МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кандаков Айсен Алексеевич, кандидат физико-математических наук, автор ряда научных работ и статей по проблемам прочности материалов и машин для регионов холодного климата. Тема научной диссертации – численные решения прямых и обратных задач теплообмена в цилиндрических и сферических сопряжениях. Нынешняя сфера научных интересов – IT-технологии, технологии интернета вещей, цифровая экономика. Руководитель Центра развития цифровых компетенций Высшей школы инновационного менеджмента при главе Республики Саха-Якутия. Здравствуйте, дорогие слушатели! Приветствую вас на проекты «Лекториум Саха». Тема сегодняшней нашей лекции – это цифровая трансформация технологий, которые меняют будущее. В начале своей лекции я бы хотел, чтобы задать какой-то драйв, познакомить вас с прогнозами развития будущего известного футуролога Реймонда Курцвелла. Рэй Курцвелл. Это технический директор компании Google, который занимается разработкой системы искусственного интеллекта и машинного обучения. Он также имеет много проектов по распознаванию речи. Например, вы когда пользуетесь системой Android на телефонах системами распознавания речи, это вот его все разработки. Но он также известен как футуролог. Футуролог, причем с достаточно высоким процентом сбывшихся его прогнозов. Кто-то даже подсчитал, эта цифра составила 86%. Ну, в принципе, это очень высокий результат. И поэтому к его прогнозам стараются прислушиваться достаточно хорошенечко. То есть их нельзя никак игнорировать. Я зачитаю все, там очень много прогнозов. Некоторые выборку просто сделал. Начнем с самого простого. То, что уже практически сбывается, о чем он говорил еще десяток лет назад. Вот, 19-й год. Провода и кабели компьютеров, и периферийных устройств уходят в прошлое. Я думаю, никто с этим не спорит. Те же телефоны, они уже вращаются с проводами. Есть беспроводные зарядки, там уже и наушники беспроводные работают. Все это есть. Компьютеры тоже избавляются от проводов. 2020 год. ПК достигнут, персональные компьютеры, достигнут вычислительной мощности человеческого мозга. Это не значит, что они будут уже мыслить как человек, но вычислительная мощность на уровне процессоров в них уже будет достаточно высокой. И у нас будет сопоставима с человеческим мозгом. В 2022 год принимаются законы, регулирующие отношения между человеком и роботом. То есть роботы уже будут вникать в нашу жизнь настолько, что понадобятся специальные законы, чтобы регулировать наши отношения с этими созданиями. 2024 год. Элементы искусственного интеллекта становятся обязательными в автомобилях. Вот такое предсказание он дает. Кажется, сначала это слишком футуристично, но с другой стороны, искусственный интеллект уже присутствует в автомобилях. Если взять даже автомобили не премиум сегмента, а обыденные автомобили марки Toyota, например, то в них уже есть системы, которые не позволяют водителю съехать с полосы, по которым он следует, они останавливают автомобиль, если он едет слишком близко, и система видит, что впереди стоит препятствие, в которое он может врезаться. И в конце концов, если кто-то учился плохо в автошколе, искусственный интеллект помогает припарковаться. И это уже есть сегодня в рядовых автомобилях, которые даже в Якутске здесь продаются, в автомобилях Nissan, например. В 2025 год будет возникать массовый рынок гаджетов-имплантов. Сейчас мы говорим о гаджетах в плане носимых. Вот у меня в руке один гаджет, в кармане может какой-то гаджет, еще так далее. Но это все носимые. А с 2025 года будут возникать уже импланты. То есть если сейчас молодежь увлекается пирсингом, то, видимо, с 2025 года пойдет какая-то мода на импланты, которые будут сшивать в нос, в ухо и так далее. С какими целями, это уже второй вопрос. Самый простой вопрос, даже вот пример, кейс. Это вот на Хабре недавно встретил статью. Человек взял себе под кожу вшил RFID-метку для того, чтобы управлять своим умным домом при помощи нее. Умный дом, который он сделал, самостоятельно опознает его, угадывает его желания и так далее. То есть это тоже вполне, мне кажется, такой реальный прогноз. В 1929 год компьютер пройдет тест Тьюринга. Тест Тьюринга, это если компьютер проходит тест Тьюринга, это означает, что человек, общаясь с компьютером, в процессе общения он не замечает, что он общается на самом деле с компьютером. Он думает, что он общается с человеком. То есть общение может происходить на всякие разные темы. Например, о погоде, о политике, о светских новостях, о спорте, о космосе, о философии, о вопросах этики и морали. То есть человек, если с ним свободно общается, и компьютер отвечает корректно, вернее, как некорректно, здесь надо говорить, а человечно на все эти вопросы, и человек не видит подмены, это значит, что компьютер прошел тест Тьюринга. На сегодняшний момент ни один компьютер тест Тьюринга еще не прошел. 31-й год. 3D-принтеры человеческих органов будут возникать. 34-й год. Первое свидание человека с искусственным интеллектом. Вас, как молодежь, наверное, это заинтересует. 35-й год. Космическая техника защитит Землю от угроз столкновения с метеоритом. Главное дожить до 35-го года, и мы, по сути, избежим участи динозавров. 36-й год. Перепрограммирование клеток для лечения болезней. 38-й год. Появление роботизированных людей, ориентированных на решение определенного спектра задач. Роботизированных тут имеется в виду не только, там он будет, ну, не знаю, электронный глаз иметь, или там экзоскелет одеваться, да, или может даже там какие-то еще приспособления, но и в умственном плане, то есть будут гаджеты, импланты, которые будут повышать его умственную способность, так, причем в каких-то определенных областях. Вот. Ну, здесь тоже вот... Есть мнение, что, например, дальний космос, человек вот в текущем его состоянии, он не полетит покорять, потому что мы очень уязвимы для космоса, да, и есть мнение, что для космоса приготовят специальную, ну, какую-то, если не расу, то модифицированных людей, которые смогут выживать в агрессивных условиях космоса, так, и там покорять какие-то дальние планеты. Вот это 1938 год. 1939 год. Нано-машины уже будут работать у нас в мозгу, создавая виртуальную реальность полного погружения. Вот. Сейчас виртуальная реальность, ну, вы знаете, наверное, многие пробовали, да, из сферы интертеймента, да, развлечений, ну, там, одевайте очки, там, видите все, да, там. Может, кто-то уже пробовал, там, технологии дополненной реальности, да, когда вы видите виртуальные объекты и можете с ними взаимодействовать на фоне реального мира, да, вот. Ну, например, это разработка Google Glass позволяет это сделать, вот. А там будет уже, как бы, вот это все проецироваться сразу в мозг, и, в принципе, человек будет взаимодействовать с виртуальным миром напрямую. 42-й год. Первая реализация бессмертия. То есть Рэй Курцевл предсказывает, что нанотехнологии шагнут настолько далеко вперед, что они смогут очищать больные клетки, вылечивать человека, вообще живые организмы на клеточном уровне. Вот. А 43-й год, дальше больше. Человеческое тело сможет принимать любую форму, образуемую большим числом нанороботов. Вот. То есть после такого предсказания мне сложно говорить. Мы о человеке говорим уже, или о какой-то новой сущности, в которую превратит человечество, себя человечеством, вот по прогнозу Рэй Курцевла. 44-й год. Небиологический интеллект становится в миллиарды раз более умным, чем биологический. По сути, это вот искусственный разум станет уже, ну, не то что в сотни, там, в миллиарды раз он предсказывает, так. Вот. И 45-й год – это наступление технологической сингулярности. Вот. Технологическая сингулярность – это такая точка временная, после которой развитие технологий становится уже настолько стремительным, что сейчас, вот предсказать, и даже ближе к тому моменту, во что это все выльется, будет очень и очень сложно. Насчет вот этой точки сингулярности разные футурологи, ученые дают разные прогнозы, но все равно отмечают вот эту точку либо 30-й, 35-й год, 40-й, 45-й. То есть дальнейшее развитие, когда возникнут очень мощные системы искусственного интеллекта, и если они будут как-то вот, как по прогнозу Рея Курцвилла, с расстаться с разумом человека, то к чему это будет приводить, это уже будет, ну, вот, на настоящий момент за гранью, так скажем, понимания. Вот такое будущее нас ждет, а может, не ждет. Все мы это посмотрим, это недалеко осталось. Вот. Лично мое мнение, ну, не во все прогнозы я эти верю, так скажем, да, там всего ряда причин, но, еще раз говорю, это прогноз достаточно такого технически подкованного человека, который дает его на основании знаний о технологиях современных, о том, как они развиваются, о том, какие перспективы они имеют, как мы можем прийти к подобным технологиям, к подобному миру. И первый шаг — это вот цифровая трансформация, цифровые технологии, которые изменят, меняют уже наш мир. Как вы знаете, в России в прошлом году принята федеральная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», целью которой является как раз развитие вот этих всех цифровых технологий, так. И в рамках вот этой программы раскрывается термин «Цифровая экономика» следующим образом. Ну, вернее, стоит сказать, что вот цифровая экономика, она вообще термин такой очень обширный, да, и с разных точек люди его трактуют по-разному. Если вот, например, зайти в Google тот же, да, и посмотреть определение, это очень разное определение, да. Ну, вот с точки зрения вот нашей государственной программы «Цифровая экономика», то есть то, как наше правительство, то, как наш бизнес, который принимал участие в разработке этой программы, научное сообщество. Что такое цифровая экономика? Это система экономических, социальных и культурных взаимоотношений, основанных на цифровых технологиях. Это пласт не только экономических отношений, да, то есть бизнес, деньги, но и социально-культурные. То есть эта тема цифровизации будет поглощать нас полностью. Ну, она не будет только там в продаже, там, грубо говоря, там, интернет-магазины, там, YouTube, там, еще что-то, но она и проникает вглубь социальных проблем, культурных взаимоотношений. Цифра, по сути, она меняет способ общения нас друг с другом, да. Вот, ну, скажем, взять, например, такой простой пример, как те же социальные сети, насколько они повлияли вот на то, как люди начали общаться друг с другом, да. Вот, когда-то появился телефон, это изменило, да, общение между нами, так. Вот, появились социальные сети, появились мессенджеры, это тоже все изменяет и социальный ландшафт какой-то, да, вносит там какие-то коррективы в культуру. Что такое цифровизация и чем, например, она отличается от автоматизации? Все предыдущие годы, вот, как только появились персональные компьютеры, до этого просто ЭВМ, да, вот, большие ЭВМ, которые там в научных институтах стояли, занимали огромные шкафы. Мы все занимались автоматизацией. Теперь мы говорим о цифровизации, то есть, как будто автоматизация – это уже дело прошлого. Вот, чем вот эти два понятия отличаются? Вот, если мы говорим об автоматизации процессов, так, в современном понимании, то мы говорим о, как бы, улучшении текущих бизнес-моделей, так скажем, да. Например, раньше от руки все, да, делалось. Чтобы создать 10 копий, 20 копий, да, ей, там, человеку, который писарь, ему понадобилось, там, ну, например, несколько часов, да, чтобы переписать там какой-то приказ, грамоту царя, так. Вот. Потом пришла что? Печатная машинка, да, это процесс автоматизации. То есть, по сути, процесс остался тот же, да, нам нужно нанести текст на бумагу. Вот. Ну, мы этот процесс автоматизировали, и машинистка, она может вот эту вот грамоту царя напечатать там уже не за 20 минут, там, а за одну минуту, а если еще и подложит там копирку, да, то она может их там 3-5 штук сделать за, там, вот это вот время. Так. Потом появились компьютеры, появились компьютеры с принтерами. Вот. И теперь наша машинистка, она уже печатает это на компьютере, отправляет на принтер, и бытовой принтер где-то 20-30 минут упечатает. Вот он реализует все вот это, набранный вот этот текст, бумагу переносит. То есть, вот этот процесс, он ускоряется. Но, по сути, сам бизнес-процесс, он как бы остался тем же самым. Нужно перенести на бумагу, да, ничего не поменялось. Вот. Вот это вот автоматизация. Вот. Цифровизация же, она подразумевает смену, смену подобных бизнес-процессов. Цифровизация может вообще убрать машинистку. Тексты должны набираться сами. Цифровизация, например, я могу взять вот свой телефон, надиктовать текст, он его преобразует, я просто командую распечатать, все ушло на печать. Вот это вот в текущем понимании вот это вот процесс. Называется цифровизацией. Вот. То есть, цифровизация влечет за собой изменение процессов, самих бизнес-процессов. Другой пример, очень хороший, для Якутска, думаю, очень понятный, это цифровизация, ну, например, скажем, служб такси. Раньше, помните, как такси работали, да? То есть, было куча диспетчерских служб, куда люди дозванивались по множеству различных телефонов. Туда звонят, говорят, где находится, куда нужно поехать. Оператор сообщает там тариф, отправляет машину. Ну, вот такой процесс был, да? Эти службы такси начали автоматизироваться. Они начали автоматизироваться, как вот сидит оператор, который принимает звонки, да? Он что делает? Принимает звонок, определяет адрес, откуда нужно довести человека, в какую точку. Там программа ему позволяет вычислить тариф, сообщает этот тариф с вами, согласовывает и отправляет вам водителя. В принципе, бизнес-процесса на самом деле остался тот же самый. Просто оператор быстрее может отвечать на вопросы. Тариф выдумывает уже не из головы, а там компьютер как-то вот все это просчитывает, да? Вот так это работало до определенного момента, тарифы росли, но тут вмешались студенты. А они что сделали? Тогда уже начали распространяться вот эти гаджеты у всех студентов, практически они были в том или ином виде, так? И была социальная сеть ВКонтакте. Создали сообщество независимые водители. В этой группе все желающие, кто хочет уехать, начали скидывать. Ну, у студентов много денег не было, да? Поэтому там они, соответственно, тариф меньше ставили. «Хочу уехать, грубо говоря, из Сейсар в район аэропорта на адрес такой-то за 150 рублей, например». И, соответственно, те тоже молодые люди, которые хотели подработать, они считывали это. «Ага, я забираю, быстро перезванивают и забирают этот заказ». То есть тем самым они обошли вот это промежуточное звено в виде службы такси, диспетчерской, да? И напрямую начали договариваться с водителями. Они изменили схему бизнес-процессов, исключили посредника, тем самым они начали значительно экономить себе финансовые ресурсы, да? Если раньше нужно было 300 рублей заплатить, то с появлением вот этой группы 150. И всё бы ничего, но эта группа сильное влияние не оказывала на службы такси, пока не появилась знаменитая система «Индрайвер». Пока студенты ИМИ, по-моему, не встретились с Арсеном Толмским, руководителем группы Синет, и они упаковали вот эту идею в мобильное приложение для телефонов. И после этого, вы помните, начался процесс интервьюризации города Якутска, или по-другому это можно назвать цифровизацией услуг такси. В результате этого процесса это значительное понижение стоимости услуг, исключение из рынка абсолютного большинства служб такси, они просто перестали существовать, потому что они не смогли конкурировать с этим приложением. Ну, действительно, когда вас исключают из вот этой логистической цепочки, то вам ничего не остаётся, как просто исчезнуть. Вот это процесс цифровизации процесса вызова такси, работы службы такси. Другие примеры цифровизации тоже, за ними далеко ходить не надо. Это, например, молодежь любит музыку, вот как приобреталась музыка раньше. Это кассеты, кассетники, диски, CD, DVD, Blu-ray. Сейчас этот процесс оцифрован каким образом? Тем, что весь этот контент, вы уже не ходите на рынок, там диски, вот, ой, хочу послушать сегодня Баскова, завтра Юру Штунову и так далее, да? Вы всё это слушаете онлайн, да? Здесь вот, ну, как бы первый прорыв это совершила компания Apple, создав вот эту платформу свою, App Store, в которой выкладывался не только софт, программное обеспечение, но и контент, в частности, музыкальный. И сейчас львиная доля вот этого музыкального контента реализуется уже не через магазины розничные, да, в виде дисков, а в виде онлайн-трансляции, в виде подписок на вот эти каналы. Третий пример цифровизации – это можно привести, например, государство. Вот, несмотря на то, что, скажем, государственную программу цифровая экономика мы приняли только в прошлом году, да, и начали её реализовывать, но процесс цифровизации самого государства, так, и он идёт уже достаточно давно, и свидетельство тому – это вот, например, работа портала государственных муниципальных услуг. Сейчас, вот, скажем, получить паспорт гражданина России, получить загранпаспорт, ну, охотников, наверное, ещё нету, там, получить лицензию на оружие, получить права в ГИБДД, поставить автомобиль на учёт, снять его с учёта, и многие-многие там другие вещи – это всё сейчас уже реализуется через цифровые процессы и пропускается через портал государственных услуг. Я думаю, к тому периоду, когда у вас будут появляться дети, вы не будете даже на портал госуслуг заходить, чтобы попросить выписать вам свидетельство о рождении, да, на вашего ребёнка. Скорее всего, этот процесс уже будет автоматизирован до того, что роддом фиксирует факт рождения, имя дали ребёнку, и сертификат должен автоматически быть выписан. А сейчас современные родители обязаны бегать туда-сюда, чтобы получить свидетельство о рождении, свидетельство о том, что у них есть ребёнок. То есть вот здесь мы подошли как раз-таки к определению цифровой трансформации. То есть цифровизация ведёт трансформацию всего этого процесса. Ещё последний пример приведу. Это электронные СМИ с одной стороны и традиционные СМИ с другой стороны. Газеты, наверное, уже никто в бумажном виде практически не читает, особенно среди молодого поколения. А ведь лет 10 назад такого ещё не было. Та же газета, самая массовая якутской учерни, которая продаётся в Якутске, её тираж сократился в разы. У неё там сейчас свой путь, они отказались от цифровизации. Они там ищут свою определённую нишу. А большинство СМИ ушли в цифровое пространство. Ещё раз мы здесь подводим черту, что цифровые технологии ведут за собой цифровую трансформацию. То есть изменение бизнес-процессов, изменение, если мы говорим о бизнесе, центров прибыли каких-то, ликвидации каких-то игроков рынка или учреждений промежуточных особенно, те, которые раньше играли роль посредников. Цифровые платформы позволяют обходиться без них, и они как бы отмирают. Дальше, о чём хотелось бы поговорить, это о технологиях, при помощи которых достигаются вот эти вот процессы. Во-первых, конечно, цифровые технологии невозможны всё-таки без инфраструктуры. Это, конечно, сети, сети связи, это и широкополосный интернет, плюс беспроводные системы, это и Wi-Fi, и 4G, на подходе уже 5G стандарты, которые увеличат в разы просто пропускную способность мобильного интернета. Это и создание сети низкоорбитальных спутников, которые могут покрыть значительные территории и предоставить широкополосный интернет, например, в северных Улусах Якутии. Недавно министр инноваций Анатолий Семёнов выступал, он, помню, озвучивал сумму где-то 140 или 160 миллиардов на то, чтобы протянуть топтоволокно во все населённые пункты Якутии. Это неподъёмная абсолютно цифра, да, и сейчас рассматривается именно создание сети низкоорбитальных спутников для решения этой задачи. То есть это задача создания инфраструктуры, создания СОДов, центров обработки данных, то есть это компьютерные фермы, которые могут, имеют возможность обрабатывать большие массивы информации, хранить их и наращиваться, не теряя при этом производительности. В программе «Цифровая экономика» это есть определённый перечень сквозных, так называемых, технологий, развитие которых может дать толчок развитию вообще промышленности, здравоохранения, ну вообще во всех сферах, практически в любых. Это, например, такие технологии, как интернет вещей. Английская аббревиатура — это Internet of Things, IOT. И его продолжение — это Industrial Internet of Things, это промышленный интернет вещей. Что это такое? Это технологии, когда мы наделяем все объекты, с которыми мы взаимодействуем, какими-то датчиками, которые снимают информацию с этого объекта и передают на какую-то систему управления всем этим. Ну, например, у горнодобывающей компании германской, вообще немцы, они одни из первых начали развивать данную технологию, вот интернет вещей и индустрия 4.0. Они ввели такое понятие. Что сделали в рамках этих технологий? Они взяли несколько шахт, карьеров, вернее, в которых шла добыча у них руды, они оцифровали ее, то есть полностью 3D-модель построили, сняли показания по составу грунтов, почвы, там, вот этих залегающих пластов, оснастили всю свою технику датчиками, и получается, экскаватор роет, и он сразу снимает показания, что он вырыл, какую породу, какого качества, в каком количестве эту породу привезли, переработали, сразу датчики снимают количество, ну, процент полезной породы, да, соответственно, мы оцениваем сразу, насколько тот или иной пласт богат. Вот, и это все поступает в так называемый центр управления, да, где работают аналитические отделки. И если раньше на каждую шахту, на каждый карьер нужен был свой маркшейдер, да, маркшейдер – это вот специалист, который по разработке горнорудных месторождений, который определяет, ну, грубо говоря, куда копать, когда копать, на какую глубину. Вот, и сейчас это все сконцентрировалось в одном месте, вот, и, эти маркшейдеры стали из одного места управлять сразу десятью, двадцатью, вот, несколькими, ну, десятками вот этих вот месторождений. И благодаря применению вот этих вот технологий, да, индустрии 4.0, интернета вещей, благодаря построенным математическим моделям, да, вот этих вот шахт, удалось поднять выработку с планируемых, ну, вообще, когда разрабатывали эту систему, планировали на 30% поднять, они подняли на 400%. То есть это, ну, просто очень такое, это было прорывное решение. Первая, ну, которая явная угроза, которая имеется от процесса цифровизации, это сокращение штатов. Некоторые профессии будут исчезать. На этом лекция моя подходит к концу. Если у вас есть вопросы, то я готов их выслушать и ответить на них. То, что вы рассказали, очень красиво в технике, в экономике, очень красиво. А вот что касается человеческого, просто грустно. Потому что то, что человек с жевелёнными гаджетами, человек превращается в робота. И я так думаю, любовь исчезнет. Вскоре люди оргазмы будут испытывать от, скажем так, действия гаджета. Мужчина не нужен будет женщине, женщине не нужен будет мужчина. Как вы на это смотрите? Я, честно говоря, полностью разделяю ваши опасения. Вот то, что я сказал, это прогнозы технических специалистов. В данном случае это был прогноз Рея Курцвелла, и многие специалисты с ним согласны, что на это стоит смотреть, я думаю, как на один из возможных вариантов развития событий. И здесь ведь будут очень большие этические проблемы, моральные проблемы. Как мы будем взаимодействовать с теми роботами, как мы позволим себя превратить, по сути, в этих роботов, в роботизированные механизмы. Позволим ли мы вообще это сделать с собой? Вот у меня, вот лично у меня нет ответов на этот вопрос. Вы говорили о том, что 160 миллиардов требуется для распространения широкополосного интернета, так и в северных районах. Это если мы будем оптику прокладывать. Да, и вот я бы хотел узнать ваше мнение насчет решения проблемы плохого интернет-соединения или вообще отсутствия интернет-соединения в северных районах, особенно в районах арктической зоны. То есть можно ли решать эту проблему за счет обычных инициатив населения, за счет общедоступных технологий? Вот на севере сейчас нет общедоступных технологий, иначе бы там все было бы доступно, и все были бы счастливы, сидели бы. То есть подразумевается в том, что эта технология, ее может использовать любой, имеется в виду, то есть она в широком доступе. Ну, смотрите, давайте я попытаюсь ответить на этот вопрос. И недорого выходит. Что касается северных улусов, сейчас какой курс взяло Министерство инноваций цифрового развития Республики Саха-Якутия? Они видят это, например, разработки низкоорбитальной спутника группировки, которая покроет широкополосной связью, то есть скоростным интернетом северные улусы. То есть это не те спутники, которые сейчас у нас эксплуатируются, геостационарные, у них связь, ну, у них ограничения есть достаточно серьезные, так? То есть это все равно спутниковый интернет, это космос, такие технологии. Ну, по крайней мере, с точки зрения специалистов, это один из вариантов реальных. Что вы думаете вообще об ответственности использования искусственного интеллекта? Получается, ведь он по сути своей является основным носителем цифровой экономики. Это тоже очень интересный вопрос, и однозначного ответа здесь нет. Вот сейчас развивается система искусственного интеллекта, которая, по сути, уже способна принимать решения за человека. Но пока искусственный интеллект все-таки держит в определенных рамках, да, и решения конкретные принимает человек. Так, ну, например, скажем, искусственный интеллект, ну, самый такой хороший пример, мне кажется, это самоуправляемые автомобили. Вот, например, Тесла уже в серийном производстве выпускает автомобили, да, которые наделены искусственным интеллектом, которые сами могут доехать из точки А в точку Б через, там, не просто по прямой, а через город, через трассу, так. Но, может, вы знаете, уже там, по крайней мере, две Теслы разбились. Одна Тесла убила своего хозяина, одна сбила человека. И в обоих случаях автомобиль управлялся в автоматическом режиме. В первом случае автомобиль шел по трассе, где-то 90 км в час, так, ну, шоссе, и не разглядел на белом фоне белую фуру, которая разворачивалась, выезжала. И автомобиль вот уехал под нее. Водитель, к сожалению, погиб. Вот. Второй его был эпизод, это даже вот есть видеосъемка, как это все произошло. Тесла едет, человек выбегает неожиданно, но почему-то автоматика не замечает этого, и человека сбивает автомобиль, да. Это, ну, два очень таких печальных случая, но они ставят вопрос, вот кто будет отвечать за это. Сейчас, сейчас ответственность остается на водителе, потому что, ну, Тесла хоть и делает автомобиль с искусственным интеллектом, но, как бы, когда тебе продают автомобиль, там четко дают понять, что все равно ответственность на тебе, ты должен держать руки на руле, смотреть вперед, контролировать ситуацию и при необходимости корректировать, так. Вот. Но в будущем, мне кажется, придется в каких-то моментах передавать управление искусственному интеллекту. И здесь будут возникать вопросы, кто будет нести ответственность за тот урон возможный, который может причинить искусственный интеллект. То ли это разработчик, да, то ли это та группа, которая обучала искусственный интеллект, потому что искусственный интеллект, вы знаете, он проходит обучение, то есть это не просто программа-код, которую взяли, выпустили, она еще проходит какой-то процесс обучения, да. Если мы говорим об обучаемых системах, так, вот. Или они плохо обучили, или софт плохо написали. Вот у меня на данный момент тоже, как бы, однозначных ответов нету. Здесь, как бы, это почва для рассуждений. Что такое креативная экономика и какими показателями можно определить уровень ее развития и долю в общей экономике? Вообще, цифровая экономика, ну, я считаю, это часть креативной экономики. Креативная экономика, это когда мы ищем новые пути развития, так, возможно, находя преимущество в своих недостатках. Ну, например, вот мы живем в Якутии, да, у нас какой недостаток нашего региона? Что у нас плотность населения всего два человека на квадратный километр. и холод, да? Можно попытаться трансформировать вот этот недостаток в наши преимущества. Сейчас, вот, например, вы знаете, что строится везде инфраструктура цифровой экономики, да, вот, как я говорил, это дата-центры те же, и которые, например, выделяют огромное количество тепла. И, скажем, в Калифорнии размещать такой дата-центр там или где-то на экваторе, то есть это нужно же его затрачивать огромные мощности на его охлаждение, да, а в Якутии это можно сделать практически бесплатно, да. И, в частности, например, то же Министерство инноваций, да, сейчас прорабатывает такой вопрос, как строительство цода в Мирненском районе. Вы знаете, там Мирненский район, недавно пришла оптика, должен, насколько знаю, зайти еще один конец оптики. и там хотят построить, ну, прорабатывать, вернее, вопрос строительства цода в этом районе. То есть это, с одной стороны, охлаждение, с другой стороны, кстати, дешевая электроэнергия может быть там, потому что каскад Вилюзских ГЭС сейчас, он не загружен. Они, мощности не реализуются полностью. А вот строительство подобного цода может решить, с одной стороны, загрузку мощностей ГЭС, ГЭС, с другой стороны, сот. На этом наша лекция заканчивается. Я бы хотел вас поблагодарить, что уделили время, пришли, послушали лекцию, обсудили друг с другом со мной вот эти вот вопросы, которые, наверное, затронут каждого из нас в ближайшем будущем, да, надеюсь, я вам дал почву какую-то для размышлений, да, у меня нет ответов на все вот эти вот вопросы, на многие вот ответы. Я прямых не дал, это скорее почва для размышлений. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ